Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Кирюха Варпачи, и я просто обязан записать небольшое предисловие для такого большого ролика. Дальше вы посмотрите разговор, мой разговор с директором компании НСП. Как получилось так, что я с ним вообще встретился? Я прилетел в Казань, но не все показал в предыдущем видеоролике. Кто его еще не посмотрел, зайдите обязательно вот сюда на сносочку и посмотрите. Я знал, что компания НСП находится в Казани. Я связался с ответственным лицом. Мы с ним за один день до встречи записи этого видеоролика, мы с ним встретились. Я объяснил свою позицию, сказал, что хочу встретиться, сказал, что хочу записать все на видеокамеру. Сказал, что если вы боитесь то, что я намонтирую как-то, ну знаете, вот эти большие фирмы обычно боятся, что как-то вот эти блогеры ваши придут, да, намонтируют по-своему и все. Я сказал, берите своего видеооператора, берите свою камеру и снимайте от себя, чтобы вы, если что, могли своей камерой показать, что все, ну вот все как оно есть. Но мы интервью оставили прям практически целиком, нарезали самые скучные моменты, нафиг убрали. Полную версию видеоролика можете найти в Телеграме по ссылочке в описании, я прям файлами загружу, можете послушать, посмотреть, кому интересно. Все самое интересное вообще вот здесь вот в Ютьюбе, самый смак ролика. Суть достаточно проста. Когда начнется уже непосредственно разговор, вы сможете заметить, как оператор меняет микрофон. Потому что мы даже не хотели снимать это видео, мы хотели просто прийти и поговорить. То есть мы не думали, что сразу так с леду начнется съемка. Там, кстати, будут перебивки с нашей камерой, с компанией НСП, то есть, ну, получилось даже прикольно на самом деле. Все самое интересное начинается с самого начала этого видеоролика. Так что прямо сейчас берите все самое вкусное, смотрите фоном, а лучше наблюдайте за, конечно же, нашими вот этими эмоциями, реакциями. Смотрите, наблюдайте, половите в какой-то момент непонятные эмоции. Я когда смотрел, слушал, я думал, господи. Короче, я думаю, вам этот видеоролик понравится. Там очень много правильных слов и с моей стороны, с стороны директора компании сказано. И я показываю все, как оно есть на самом деле. Ставь лайк и приятного тебе аппетита! Привет! А руку не вывезешь? Кому? Кирилл, ты что? Серьезно? Ну? Представляете себе? Оооо! Представляешься? У нас есть этот бердероб, можно взять мне. Не-не-не-не-не. После протягивания руки вы не пожрали. Кому? Что значит, кому? Это уже отношения, да? Ну, публично извинился бы, я бы не знаю, можно... Что я сделал? Публично извинился бы, я бы... Я публично извинился? Я бы тебя не встретил даже. Окей. приехал гости разговаривать по поводу того что случилось версия все да я не знаю заснято же было с чего начать во первых отношения какое-то как 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 звать наил ты директор компании я директор заводу скачу зарядной станции да и служи лишний раз подтверждается вот это отношение к даже блогеру которому человек публичный я просто не могу подобрать слов потому что ты сам отсюда ну сказали конечно вырос родился вырос родился и для мужика как бы не пожать руку ну такой себе ход да это полное неуважение ты как высказываешься интернет я буду высказываться так как я считаю нужно я подошел к тебе смотри я пришел я приехал сюда в казань я нашел как на тебя выйти и приехал чтобы поговорить по человечески первое твое взаимоотношение это было то когда твои помощники отвечали во первых они игнорировали с октября меня не решился никакой вопрос я приехал нормально поговорить но после того что не пожал руку я нормально разговаривать не буду как бы мешать правом мы решать будем сначала разговорных права в правом порядке я бы решил и без участия в том что пишут вот он за три месяца один раз письмо то есть написал какое письменно а показать пруфы что я писал писал помощнику который игнорировал показать эти доказательства ты понимаешь то что вы не парит это делаете да ну что значит не по адресу ты директор компании правильно но я приехал смотри я приехал с тобой не ругаться я приехал решить вопрос мы собрали тут какой-то маски-шоу вот дурацкая вообще где сидит куча людей я готов был даже просто на себя направить камеру и просто поговорить нормально ну я говорю ты ну я не знаю какой ну какой нормальный пацан вот смотри у тебя случилась беда виновата твоя компания в этом случае у меня беды не случилось вот именно моей компании есть регламент по пошаговой инструкции у каждого отдела как поступать в какой ситуации и как твоя компания поступила в моей когда я написала когда меня проигнорировали с октября показать доказательства переписки можешь показывать я это все видел ты и опять же ты обратился не по адресу если нужна была какая-то поддержка ты мог спокойно позвонить приемлю поговорить со мной ты мог спокойно написать письмо объяснить со мной никто из твоих людей аудиторию ну перед своей аудиторией что-то говоришь видимо что-то делаешь да ну как бы я не это шестой аудитория не слежу твою виду поэтому ну я в твои глаза кто провокатор или кто я ты просто ищешь не там где должно быть как бы да что значит ли еще не там я вышел на твоего замдиректора на замдиректора если он не может помочь мне с решением вопроса тебе сказали о какой приемной помощи почему ты сейчас в вашем инциденте я сразу кириллу знал да конечно положение было знаешь каким каким только не надо говорит что его не было да так как этот случай был уже не первый так как я не являюсь владельцем зарядной станции которые там установлены да мы продолжили в решении такое мы сейчас делаем все что ты хочешь нанимаете эвакуатор проводим экспертизу делаем ремонт доказательства есть этого у моего заместителя а и доказательства россети тебе показать с официального аккаунта что они сказали что вы не несете никакой ответственность кто не несет никак отсутствует я могу найти тебе найти потому что не было такого что ты обмат misery вот 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 и не было так давать не было такого ты не помнишь или нему я не помню что так и ну вот я лично как у нас на машина сломалась машина я неделю真ал в сибири и вот неделю стояла машина ход dodges от писать единственный договор на основании которого Ты оплатишь все наши расходы, если это будет доказано вина незарядной станции. Это будет вина переходника вашего, или оператора, или автомобиля. Не было такого. Потому что... Я в любом случае сам все оплатил. Я сам все оплатил. Вопрос не в деньгах вообще. Я к тебе не по поводу денег пришел. А по поводу чего? По поводу того, чтобы решить проблему, чтобы у людей таких случаев не случалось. Только проблема, опять же, не в зарядной станции. Проблема в зарядных станциях. У нас есть статистика в произошедших случаях. Ренат ведет, да? Начальный сервис службы. Ты же был у тех экспертов, которые приезжали. В набережные Челны. Эти эксперты, причем, выбираются не нами. Они выбираются владельцем автомобиля. И? Эксперт дает свое заключение, в котором написано, что... Ты же читал эти заключения? Я еще раз говорю, что мне неинтересен вопрос денег с тобой. У тебя ни в одном видео не было. Ребят, обратите внимание на качество приобретаемых переходников для зарядки ваших автомобилей. Ни в одном видео. Я до сих пор заряжаюсь с этим переходником. И полтора года заряжался. И даю зуб, и ставлю свою Теслу, что с ним все хорошо. Говорили про это. Говорили про то, что гонят на переходники. Но вот сколько машина ездит с одним переходником. Последнее видео, где мы записывали вообще про другое. Я говорил то, что люди гонят на переходник. Я показал, как через этот же переходник я вставил и заряжаюсь. Прямо вот на видео. Смотрите, у переходников разные есть характеристики. У вас есть, допустим, тот случай, который был в набережных Челнов, который приезжал эксперт из сторонней организации, все проверил. Переходник был без каких-либо технических характеристик. Все зарядные станции разные. Они разные мощности, разные токи, разные напряжения. Ты это прекрасно знаешь. Если на переходнике нет никаких обозначений, человек воспользовался станцией большей мощности, чем на расчетный переходник, может случиться такая ситуация, как набережный Челнов, допустим. В этой ситуации был виноват определенный переходник. И получается, виноват был владелец машины. Хорошо. А мой случай? Твой случай надо разбирать. И с октября никто никак не разбирал. Ты с октября не экспертизу ничего не провел? Какую экспертизу можно? Я говорю, не в деньгах проблемы. Ваши не стоило три дня, ты там про эвакуатор что-то говоришь, да? Мы Авито открыли, там более 100 объявлений. Манипулятор, а не эвакуатор нужен был. Машина встряла вообще без всего. Я нахожусь в Сибири за 4,5 тысячи километров от специалиста. Это первое. Второе. Нету манипулятора в городе Новокузнецке, потому что нельзя просто взять машину и вот так поднять. Машина не двигалась. Сломался 12-ти вольтовый аккумулятор, который я тоже своими силами за свои деньги починил. Я хоть слово про деньги сказал. Конечно. Где? Я даже сюда ехал, проблема не в деньгах. Пойми, простой вы... Я не пришел с тебя вымогать бабки. Мне не нужны деньги с тебя. А что вы хотите от производителей зарядной станции? Ты знаешь, кто я? Проблема в нас. Подожди, знаешь, кто я? Давай не так. Не то, что я там, Петров Кирилл Федорович. 110 зарядных станций на следующий день функционируют, работают. Мы за прошлый год более 4 тысяч сессий провели. Я готов встречаться с каждым директором, не директором, человеком, который вот так вот относится к людям, понимаешь? Нужно решать каждый отдельный случай. Каждый отдельный случай мы решаем. Где зарядные станции, собственности, НСП, где нас привлекают заказчики. Мы ни одному из своих заказчиков не отказали. Ты как уж на сковородке можешь много раз выворачиваться. Я ничего не выворачиваю. Но ты виляешь. Ты виляешь, ты в рамках закона не пробовал что-то делать? Обратиться в рост потребно. Слушай, в рамках закона что я решу? Я верну и возмещу деньги? Я с тебя деньги требую. Еще раз повторю. Я хочу справедливости. Ты не хочешь справедливости? Я хочу справедливости. Во-первых, я голос всех электроавтомобилистов. Все электроавтомобилистов. Я. Все знают, кто я такой. Среди электромира. Даже вот твой человек. Мы с ним были заранее знакомы. Он показывал мне письма, как ты к тому обращался. Спросил как при этом. и что там но мы тебе ответили это я не через него обращался вы ничто не ответили а есть письмо умный ты обращался письмо конечно какое письмо я кирилл хорошо покажу меня зовут петро представляю канал варпач 4 4 я являюсь владеть это все самый известный ты сова трассе чего бы рад сотрудничеству 2 11 20 года чё а двадцатого года двадцатого на тебя ответили на что готовы двадцатого года я получил вас руку вы на что слойте и говоришь то что я вот но такой такой то мы знаем ну такой ну да при чем тут это я про то что я голос электроавтомобилистов когда случается какой-то вопрос я хочу чтобы он закрывался пока что вы единственная компания у которой случаются такие случаи мы одни на приведите пожалуйста приведи пример него кого случалось такое же о коллегах и конкурент мне разговаривали да нет ну просто ты на каждый вопрос как мы не знаю как будто в тупик меня стоишь я просто не понимаю смысл того что мы вот сейчас встретилась я прекрасно понимаю да есть у тебя посыл такой что давайте вместе улучшать жизнь электромобилистов вот вот это посудил это мой посыл ежегодно участвуем там от трех до пяти мероприятий до связано с электромобилями мы являемся спонсором некоторых таких мероприятий да и мы наверное как никто другие заинтересован чтобы тема развивалась да то есть вопросов очень много у меня как у директора у меня как коммерсанты которые потому что это не государственный бизнес а там и на нет никакой госкорпорации для нас очень важно и обратная связь в том числе но она должна быть нормальной культурной здравой она культурная съехать и 1 матерного слова я не написал в переписке ни одного как никто другой наверно знаешь да всех этих мероприятий круглых столах мы в них тоже участвуем как бы да возможно вот этот случай то что оно произошло именно с тобой с владельцем тесла и с голосом электромобилистов да это наоборот на положительный эффект будет для электромобилистов правильно иначе ты бы катался себе радовался жизни и говорил то что ну берите тесла таких проблем никого не будет а там я показываю все как оно есть на самом деле на самом деле же все печально стране сейчас прям намного лучше чем было несколько лет назад ну как тебе сказать вот ты сейчас допустим говоришь да там многих там ушли приложения да там ноги дилеров цены 6 с тесла ты говоришь там не чинит ты же понимаешь что пока такая же проблема была в каждой отрасли ты же понимаешь то что от нашего завода как от многих других также отвернулись поставщики производить но вы за это деньги получаете я за то что это делаю я ни копейки не получаю но разработка любого продукта и вывод его на рынок ты же понимаешь это не маленький день и это не мои проблемы вот в чем прикол понимаешь согласен я просто человек я просто я прихожу как человек у которого случилась вот такая ситуация я писал смотри если бы мне ответили я бы ни слова не сказал в сторону твоей компании ни слова этим что мне ответить я лично сказал передайте товарищу так как это зарядная станция не моей собственности мы готовы оплатить все при условии подписания договора в котором ты обязуешься выплатить все наши расходы не было такого но покажи мне это письмо ну покажи ну кто вот девушка вы подскажите просто хамера химона по другой теме здесь а ладно погодите где это письмо но я могу предоставить все доказательства вот в телефоне в переписке записанными экранами все есть ничего не удаленно не переделаны не монтирован у меня нет в этом интереса и командировка вернется поищем потому что они я письма сам не пишу сам конечно конечно мое было только указание я тебе так значит твое указание просто не дошло до меня там не боли что мы там что-то можем потерять еще что-то да но надо понимать 110 зарядных станций на следующий день не каждый заказчик хочет чтобы мы видели их зарядные станции они работают вне зоны нашей достигали не важно что ты потеряешь вот в чем прикол так же как тебе не важно что я найду или потеряю про вопрос не в этом вопрос в том что есть конкретный случай на который вы забили болт вот в этом вопрос россети обратился и что что тоже игнор от россети и и от мсп пришел к нам я не понимаю есть каждый заказчик сам решает как ему этот зарядный станции эксплуатировали согласен но наверно же вот не спрашиваю у кого-то разрешение обклеить свои тесла правильно не спрашиваю совершенно мнение на решение какую резину стоит в том то же самое на рынке зарядной станции ни один заказчик у меня не спрашивает они говорят на вот наклей мне вот череп допустим а сюда сердечки наклеили ну хочет заказчик мы это делаем куда а есть еще огромный перечень требований которые мы должны соответствовать вот всему этому мы соответствуем передаем заказчик зарядную станцию а дальше наш гарантийное обязательство уже начинается от того проходил монтаж с участием нашей компании была ли наладка с участием но чипы чисто я смотрю что значит ну внутрянка состоит кто производитель обращайтесь заводу изготовителя кто рост сети для чего но вы изготавливали зарядную станцию значит вы несете ответственность понимаешь юридическом поле за сам процесс зарядки кому а раз эти бесплатные хорошо услугу тебе вот эту как она называется давай не по юридически давай обычным языком по юридическим бы туда же не встречались это это не но не это неправильно это правильно это самый правильный подход но это не это непонятный для людей даже в конце концов подход юридический как ты вот смотри у тебя взорвала и вот на тебя упал плафон со столба вот ставили туда дтп зарядных станций на страну который это какая это разница это не относится к делу это мы не мы с тобой не собрались круглый стол по поводу того какие зарядки есть какие нету не об этом речь я тебе было в том что как реагируют заказчики на да да какая нафиг разница на этих заказчиков мы с тобой решаем конкретный вопрос у тебя ответный вопрос у тебя в компании зарядная станция работает и функционирует правильно и никаких дефектов в ней нет если они есть мы их устраняем то есть виновата рассеть виноват из зарядной станции работает сейчас наверное работает не знаю я не даже не приближался надо отдельно решать то есть она функционирует со слов просите опять же но я повторю то что у нас именно к мобильному приложению мы не имеем доступа мобильное приложение ничего она активирует всего лишь зарядка и активирует предоставлять доступ если у нас зарядная станция в сетях допустим в автономном режиме находится то у нее нет вообще выхода в интернете может быть такой если но у нее же было они не поставили не привели проводной интернет если вы там нету физического интернета доступа к ней вообще начни у кого нет удаленного и нельзя посмотреть ничего это говорит что кто-то что там логики писал ну все только в их руках заказчик мы можем предоставить перечень вообще всех зарядных станций да ну то есть если тебе на больше надо обходить их как бы стороной да там если ты сомневаешься в качестве проблема в другом нужно решить выявить проблему почему когда я стоял на себе возможно очень большая группа проблем но у нас есть конкретный случай конкретный мы не будем брать другие компании у них возможно тоже есть косики также как и пути который мы сейчас говорим это какой путь обратиться к заказчику просто сетям официально подойти написать письмо да они возможно составят смо то есть скорее всего у заказчиков у многих даже нет регламента как реагирует в данных случаях смотри случаям уж ты многие заказчик нам обращается мы помогаем этот реглан сами если составить есть зарядной станции которые в собственности nsp в этих случаях есть регламент у наших сервисов службы как реагирует на каждый аварийный случай прям пошаговая инструкция скорее всего в новокузнецке данной инструкции нет поэтому они знали как трагер мы конечно же пойдем на встречу поможем им это сделать далее наверное создаться комиссии как мы обычно делаем да то есть это будет пользователь это будет заказчик это будет завод издавитель при необходимости там если это какие-то там тара там еще что-то привлекаем даже поставщиков оборудования а также это будет независимая экспертная компания которая будет согласована заказчиком нами нами кстати мы вот к любым все это делается кирилл и не делается это вот три-четыре месяца как ты говоришь но внутри но что необходимо сейчас необходим шум гамм да то есть но все что ты создала не не необходим шум гамм ты покупаешь машину play очень мощная машина которую ты очень любишь ты вставляешь ее в зарядную станцию и ты собираешься ехать домой неприятностью от согласен супер неприятно ты находишься за 3 9 земель от технологий в принципе эти игры манипулятор невозможно было найти машину карли сам-то это говорил деньги не проблема там вопросов не проблема ты думал мы манипуляторы сказали что почему не в этом же правда и только что сказал что даже манипулятор найти невозможно я просто говорю что я я описал эту ситуацию так что был очень далеко вроде все это реально сделать надо просто я понимаю тебя дать и главный там аудиторию свою удержать еще что-то да не важно где удержать очень важно для тебя момент это неважно для меня моя у тебя на приезжал когда-то ждать на наш земляк который тебе помог можно было все быстро решить и об этом может никто не знал ты написал там и на спи красавцы молодцы помогли выручили дать на проблему бы масштабов страны не было бы решено так завтра послезавтра будут взрываться пир патрона и надо разбираться кирилл конечно 10 случаев произошедших будет в 10 виноват переходник ты согласишься с нашим да ну вот сегодня по статистике нас четыре случая это я официально соглашусь вот у нас перед ней у меня прям скажу что дело олегами общаемся с иностранными партнером сейчас поговорить не можем они данные дают как бы до масштабах россии как производительность уже но не много как куда там 20 компаний это как бы небольшое количество давайте собирать статистику а смотри давай я тебе объясню немножко по-другому я знаю тех людей которые покупают переходники это люди которые катаются в большей части на model 3 американка скорее всего это люди которые купили себе скорее всего дешевую битую машину и купили себе дешевый переходник который сделан на 3d принтер сделан фиг пойми где фиг пойми в какой подвале грубо говоря привезли фирме самый классный переходник я начну его делать он есть белоруссия самый классный переходник чисто вот через сашу я сам начну делать у меня сейчас налажено производство коннекторов и чадем мы это два делаем своем сказать давай сделаем переходник назовем твоим именем можете можете хоть и наспать вы просто говорю проблема-то не особо в этом а проблема что проблему в том что нужно решить проблему Которые покупают автомобиль за бешеные деньги, а к нему покупают переходничок, ну блин, тачку за 15 лет. Там за 15 тысяч рублей покупают эти, 15-20 тысяч рублей они покупают. Я видел эти переходники, у меня даже, я думаю, ты видел, все видели, это переходник, который в набережных Челнах взорвался просто. Там и человека тоже вина есть, то есть там и человек тоже, ну, не лыком шитый, он при специалисте второй раз бомбанул зарядку. При заряде электромобиля, да, вот пару случаев было, ну сам лично один раз в выходной день, там, приезжает, там, человек весь, я говорю, что случилось? Ну вот я тыкаюсь, я говорю, на какой раз ты, это, на восьмой. Ну если зарядная станция отключается 8 раз и говорит, тебе не надо, другие вещи не слушают. Логично, есть, есть, есть такие случаи. Но ты же об этих случаях пишешь, говоришь, что вот у них такие-то случаи, не разобравшиеся. Нет, в Телеграме я писал об этом, в Телеграме я писал с предоставлением, там, фотографий, все там, даже в видеоролик. У нас сейчас заказчики многие, да, вот смотришь, они вроде заказывают красивую зарядную станцию, чтобы были логотипы, еще что-то, да, но на следующий день они полностью обклеены инструкциями. Как-то обезопасить пользователей, понимаешь? Есть случаи, которые, да, есть случаи, где из-за людей конкретно происходят какие-то ситуации. Тут я говорю, и не отказываюсь от своих слов, что давай рассмотрим вариант, что случилось у меня. У меня хороший переходник, хорошая машина, она новая. Да, были проблемы с тем, что она не везде заряжалась, не на всех зарядных станциях. Но эта проблема в том, что в программном обеспечении зарядной станции не прописана машина. Она не могла определить, что за машина. И мы уже разбирались с подобным случаем. И была проблема, что зарядная станция не может понять, что это вообще за машина приехала, откуда у нее столько мощности заряда батареи, грубо говоря. И она не могла сконнектиться и просто не включала заряд. Я проехал от Москвы до Новокузнецка 4,5 тысячи километров. Причем мы проехали еще до Алтая и с Алтая вернулись и приехали в Новокузнецк. И вот это опять случилось. То есть мы там прокатились такой крюк до Алтая и назад вернулись. И уже все, нужно ехать домой. И я встреваю с такой ситуацией. Сразу начинаю искать. Ну я тебе опять же объясню. Я не человек, как пользователь, да, начинаю писать. Я начинаю писать друзьям, знакомым. Я говорю, вот, мне нужен контакт с ребятами, которым вот и принадлежит. Пишу розсетям, пишу везде, где все есть официальное. Да, можно, бру, написать официальное письмо, какие-нибудь там требования, еще что-то. Подать там в суд, еще что-то. Ну, понимаешь, я делаю, как обычный пацан. За три месяца можно было написать уже. Если ты, как бы, пытаешься в одну дверь, вторую, в третью, как бы, да. Для меня, в моем понимании, вы должны сами связаться с человеком, причем публично. Ну, публично это случилось, и ты знал про этот случай. Сейчас мы считаем, что наши зарядные станции качественные, и вот конкретно в твой случай, это не вина. Поэтому, как бы, да, если... А в чем тогда вина? Ну, вот просто предположение. Мы можем... Что сделать сейчас, да? Давайте совместную комиссию создадим, пригласим заказчика, да, то есть, он обязательно там должен быть, как бы, да. И что, нам всем в Новокузнец лететь? Ну, я думаю, у них есть департамент, который в управлении, там, в Москве или где-то есть, который отвечает за всю зарядную инфраструктуру. У них зарядные станции... Эта зарядная станция не относится к московской зарядной инфраструктуре. В московской сети это отдельно, да. Да, это отдельно. А есть, так скажем... Потому что я когда звонил на горячую линию, мне сказали, мы не имеем никакого отношения к этой зарядной станции. Согласен, что у компании, в которой одна зарядная станция на весь город, да, скорее всего, нет сервисной службы, да, то есть, ни программистов, никого, кто бы эту зарядную станцию обслуживал? Наверное, я не знаю. И это, скорее всего, одна из основных проблем, да? Скорее всего. Да, то есть, любая зарядная станция, как любое оборудование, которое к сети подключено, она требует обслуживания. Мне кажется, через полгода, через год, еще страшнее будет там заряжаться, если она будет в тех слоях стоять, и никто не будет там ничего делать. Прикол в чем? Почему произошло такое событие? Я стоял, заряжался через порт CCS. Ну, если я говорю CCS, ЧДМ, ты же понимаешь, о чем я говорю? Да. Вот. Я стою, заряжаюсь через CCS. А приезжает бабушка на Nissan Leaf. Этот выпуск я точно смотрел, помню. Да, я просто это рассказывал, но расскажу еще раз. Просто она приезжает на Nissan Leaf, втыкает свою зарядку, ЧДМ, машину. И такая, я в это время фотографируюсь с подписчиками, я просто стою. Ну, город маленький, все друг другу там с Рафаной радио работают. Я из машины... И родом оттуда, по-моему. Я и родом оттуда, да. Я из машины сижу и вот так вот фотографируюсь со всеми. И я слышу просто... Снизу что-то взорвалось, а сзади бабушка просто такая, о, что-то не заряжается, я поехал. Я думал, просто отключилась зарядка. Вот когда отключается зарядка, есть такой звук. Ну, это вот, отключается контактор, да. Я подумал, ну ладно, ничего. И тут же, буквально спустя секунд пять, у меня все ошибки повылазили. И я испугался. Я испугался и не понимал, что происходит. Мне показалось, что мне показалось, что что-то взорвалось под ногой. И я понял, что это пиропатрон. Пиропатрон не таких больших денег стоит. Я говорю, тут не вопрос в деньгах. Вопрос в том, что вот люди, которые будут заряжать, они до этого заряжались. Кто-то кому-то повезло, кто-то и сейчас заряжается, ему везет, там ничего не происходит. Ты же тесловод со стажем, да? Да. Зарядной станции Тесла. Да. Суперчарджеры? Вообще любые тесловские зарядки, они заряжают другие автомобили? Только Волконнектор. Только Тесла. Волконнектор это вот 380, выведенная через красивую. Блок зарядки. То есть, ну... Быстрые зарядки остались в каталитете. Быстрые только Тесла. А, нет, они в Европе разрешили официально, ты качаешь приложение Тесла себе и отдельно платишь чисто за зарядки. В Европе буквально полгода назад открыли. Возможно. Я говорю, почему надо задавать комиссию? Возможно, как раз таки, кто писал требования, да, и прописал, ну, сам того не понимаю, вот они ошибки. Нужно разбираться в любом случае. Понятно, что нужно разбираться. Я везде пишу уже на протяжении вот с того случая, я пишу, что нужна комиссия. Нет, я пишу, комиссия нужна. Давайте сюда. Посмотри просто посты, все последние. Ну, ладно, я понимаю, ты не смотришь, это нормально. Я просто про то, что я пишу о том, что нужна комиссия. Реально. То есть, я считаю, что нужна комиссия, потому что вот есть стандарты зарядных станций. Собянина проект «Энергия Москвы» идеально работает. Вот вообще, я не знаю, сколько они денег туда вложили, что это вообще такое. Кто-то, кому-то они там тендер выиграл, кто-то или еще что-то, не знаю. Моя Model 3 тестировалась на этих зарядках. Причем ко мне пришла фирма, говорит… Это iPhone такие, да, красивые? Да, да. Они медленные или, по-моему, 50 кВт, да? Они 50 кВт, да. Они говорят, нам никто не дает Tesla на тестирование, можете дать? Я говорю, держите. Они говорят, мы даже денег дадим. Я говорю, не нужны деньги. Реально. Клянусь, вот так вот было. Я говорю, не нужны деньги, держите машину. Вот, на 14 дней я отдал свою машину. Я говорю, если это поможет развитию, пожалуйста. Что в итоге получилось? Мне на 15-й день они вывозят ее из бокса, мне к Hyundai Porter полетает. Гололед начался в Москве, мне в нем летает на айпорт. Мне даже, извините, не сказали. Я ничего не сказал. Я такой, ладно, вы как бы… Никто из тех, кому мы сделали экспертизу, за свой счет отремонтировали машину и купили пиропатрон, которые выпускали тут статьи в 15-20 местных газетах, да? Ну, думают же, компания местного масштаба, да? Вот они там в сельских газетах статьи выпускали, да? Что вот такой-то случай произошел, да? Никто из них не сказал, извините, спасибо за потраченное время и деньги, Кирилл. Ты меня тоже пойми, я постоянно этого делать не могу. Мы коммерческая компания, мы зарабатываем на заряда станций. Мы считаем, что заряда станций… Но я за других людей не могу отвечать, видишь, чему вопрос? Я могу отвечать за свои слова и то, что я говорю. Я также только за свою оборудование могу ответить. И… Не за автомобиль, не за тех, кто эксплуатирует мои продукты. Я пришел к тебе, я же изначально пришел, я же сказал, я готов был на конструктивный диалог. Первое, что у нас с тобой случилось, ты не пожал руку. Это уже агрессия с твоей стороны. А я пришел, ну пойми, я прилетел в Казань по другим абсолютно вопросам. Я тут на съемке к ребятам там залетел, да, встретились. И я просто захожу такой, думаю, ну я же тебе не с агрессией прилетел. Я даже вот говорил оператору вашему, что я не с агрессией лечу, я хочу поговорить. И я протягиваю руку, и ты на меня смотришь, а кому я буду руку тянуть? Ну и это уже начинается же некрасиво. Ну ладно, мы там как юридически все... Вы не выражаете, как ты выражаешься? Я понимаю. Если выражается, то получается за это. Я понимаю, я понимаю, но... Я тебе сказал, вот скажи, пожалуйста, прости меня, да, там... Так а за что, прости? Перед заводом извинись, потому что не было ничего такого сказано и сделано заводом, за что ты так выражаешься перед своей аудиторией. Смотри. Да, там моих друзей, родственников, детей нет среди подписчиков твоего канала, как бы, да, и слава богу, как бы, да. Но, как ты выражался, мои сотрудники это смотрят, да? Ну, они тоже заходят где-то, блядь, там. В чем проблема? Чего не хватает человеку, да? Ну, я говорил, что твои сотрудники – это мои подписчики. Есть люди, которые работают в этой компании, и это... Ничего, мне, ну, не важно, есть там подписчики, нет. Просто я говорил именно с тем посылом, что электроавтомобилисты, те, кто так или иначе связаны с электромиром, знают об этом. Знают, что это так работает. И дабы урегулировать это все... Как работает? Ты всех, извините, ласкаешь так же, как и нас? Нет. А как это работает? Я... Ты на выставке так же разговариваешь сегодня, нет? Если бы у меня случился какой-то случай, я бы прям так же и на выставке это говорил. Я бы прям еще с микрофоном вышел и сказал бы... У нас выставка в декабре же была, в Москве была выставка в декабре, да. Ага. Почему не подходила с данной программой? Мы контроллер, чтобы показывать зарядку. Я не знаю, я не слышал про эту выставку. Не следишь за нами? Ну, не слежу. Ну, вопрос тут не в слежке, понимаешь? Был конкретный случай, вот, он произошел. Давайте этот случай разберем. Есть тебе необходима помощь, да, там, в... Как это в наших... Так я же уже... На наших зарядных станциях происходит. Мы тебе предоставим регламент, как это надо делать, да? Но это надо будет делать через заказчика, через владельцы зарядных станций. Мы же не можем прилететь на чужую станцию, которая... Нет, мы сюда даже, наверное, лететь не будем. Возможно, я не знаю. Ну, невозможно. Мне, кстати, понравился выпуск вот вчера этот. Я что-то искал, искал, посмотрел тоже одного блогера, с кем в последнее время ты снимаешься. Молодец, вот он, как бы, да, вот, ну, про автопром то, что надо поднимать, да? Давыдович? Вместо того... Вот он говорит же, вы поддержите нас, как бы, да, то есть, много предприятий, Кирилл, в России, кто занимается не производством сборки зарядных станций, да, там, искомплектующих, да? Мало, мало. Не искомплектующих, а кто пытается делать элементы самостоятельно, как мы. Когда мы встречались... Контрольные, выпрямители, коннектора, да? Мы, я тебе говорю, я вот... Ну, для меня был основной вопрос, коннектора. Да блин, оказывается, переходники, это тоже мы можем делать, Ирна. Конечно. И мы можем нести за это ответственность, так скажем, что это переходники. Ни на одном из сайте, даже, там, белорусском, да, там, я пытался найти инструкцию, да, по эксплуатации, где важно должно быть написано, вот это можно делать, вот этого делать нельзя, да, там, ни одной инструкции нет. Важно лишь одно, не использовать переходники и не тыкать зарядку, если у тебя какая-то влага есть в том же переходнике. Это вот всего две такие рекомендации, которые нужны стандартному пользователю электроавтомобилю. Остальное все абсолютно не важно. Никто это не читает. Как втыка... Люди некоторые, ну, я думаю, вы в курсе, зарядку останавливают через кнопку стоп. Это же вообще тупые люди, ну, вот, я один раз лично это увидел, я прям подошел, сказал, ну, нельзя так делать, камон, ты что делаешь? Ну, это было на Белой даче в Москве, я увидел такой случай, я просто выпал. Человек просто такой подходит, у него лифт, он такой, стоп, нажал, такой, все, выткнул, такой, пошел, и такой, что со всеми? А я в очереди стоял. Это нужно решать, да, это было с Россетями, я про Россети говорил, да, потому что они меня заигнорили, и компания НСП, которая тоже так же отнеслась ко мне, она меня заигнорила. Что я могу сделать? В юридическом поле воевать. Ты не понимаешь, что это единственная возможность была донести эту проблему до массы, до страны? Конечно, я понимаю. Ну? Так это же и в ваших интересах выйти хотя бы на меня, не просто сидеть и ждать, а где от тебя письмо, Кирюха? А когда я вам написал, замдиректора, ну давай же информацию, ну ты сам говорил, что до тебя дошла информация. Да, да, да. Я информацию свою передал. Ну, я свою. Ну, значит, проблема. Точно время озвучил, и ее должны будут тебе передать. Скорее всего, передали о том, что давай мы, ребят, сделаем все, да? Ну, не было такого. Правда, я не буду врать. Многие к тебе обращаются там за рекламу, да, Саша? Ну, делаешь эту рекламу как бы, да? Ну, да. Не секрет как бы, да? То есть даже за эту рекламу мы могли бы нормально отработать, по твоему случаю, да, допустим, да, и получить какой-то там не черный пиар, а положительную оценку, да, так скажем, в масштабах общества, да? Ты все отверг с их слов, ты просто сказал, да, идите. Ну, смотри, вот я дальше сам. Запиши, пожалуйста, себе куда-нибудь показать, кому лично я отверг это и кто лично мне это передавал. Вот прям, вот прям все запомните это, кто мне должен был передать информацию, я ее не получил, и что я ее отверг. Вот просто, просто подузнай. Ну, так, для себя и мне ее скажи. Потому что для меня такой информации не доходило. Если бы она доходила, ничего бы такого подобного не было. Сколько раз был на заводах по производству зарядных станций? Один раз. То есть ты владеешь автомобилем сколько лет? Четыре года. Четыре года у тебя не было ни одного рекомендации, да, то есть? А мне не нужны рекомендации? Нет, заводам нужны ваши рекомендации, рекомендации пользователей. То есть ты дотянул до того случая, единственного, да, который произошел? Ну, о чем мне ходить по заводам? Здравствуйте, я Кирюха Варпач, хотите мои рекомендации? Хотите я расскажу, как это сделать? Да, я четыре года работаю с электротемой, но я ни копейки с этой темы не получаю. Дело даже не в рекламе, которую я вставляю в видеоролики. За то, что я двигаю инфраструктуру своими силами, как умею, как обычный житель, ну реально. Да я даже разговариваю как сила какого-то, знаешь, ну потому что я просто издалека. Не умею умно разговаривать, я не умею на юридическом поле общаться. Да, я могу нанять людей, они на юридическом поле это все будут разбирать. Хорошо держишься? А? Мата нет, по крайней мере. Хорошо держишься? Так я и не разговариваю матом в жизни, а это вроде как могут пролетать. Но в жизни... Не пролетает, там чуть-чуть обычных слов, по-бывшему... Писал мне одного плохого слова там не было. Ладно, Кирилл, мы, наверное, в один способ встреча сейчас дальше будет. По поводу мероприятий, да? Совместных каких-то по твоему автомобилю, да? Мы тебе расскажем, как мы делали пошагово по челнам, если тебе интересно как бы, да? Угу. И готовы... То есть ты увидишь там, кто нам нужен будет. То есть с вашей стороны заказчик там, да? И по экспертам давайте наймем хорошего эксперта. Но как мы спустя три месяца возьмем логи данных? Это невозможно. Они стираются что ли? В станции они сохраняются? Да невозможно. Почему ты так считаешь? Да потому что логи данных это же обычная таблица с запуском, запуском зарядной станции и временем ее отключения. Хочешь я тебе скажу, что там будет написано? Станция отключилась... Ты видел? Станция... Да я сто процентов уверен, что... Почему? Ну потому что это так работает. Почему вы видите в наш этот... Ну... Да потому что я видел программное обеспечение всех зарядных станций, я знаю как оно выглядит изнутри. Я же не обо всем в интернете рассказываю. Есть какие-то моменты, как и машины открывать, как и зарядки, это можно посмотреть, что там за модемы стоят. Я же не буду это в интернете рассказывать. Это внутрянка компании, внутрянка чего-то. Это все делается... Ну, как бы... Я просто гик. Вот я гик, который хочет продвижение электротранспорта. Но если заказчик все стер, давайте на заказчик все сводим все. Так вряд ли он стер. Там просто будет написано, что сессия прервалась. Надо посмотреть. Там написано, причем даже по причине чего это может быть. Там просто остановка, либо остановка со стороны автомобиля. Автомобиль же коннектится с зарядной станцией. И там либо то, либо то, там не будет... Ты же сейчас сказал, что это произошло в момент того, когда второй пользователь приехал на второй коннект. Да? Надо разбирать логику работы конкретно зарядной станции. Может быть там уже эксперты скажут, да, что вот произошло потому-то, потому-то, потому-то. Мы же привлекаем это по автомобилю. Давай так. Как мне сказали подписчики из твоей компании, которые подключились к этой зарядной станции, они сказали, в логах ничего нет. В любом случае, мы получали логи от Росити, Росити нам присылали. Когда обращались к нам, тоже не в официальном виде, а просто написали в телеграм-канал, так скажем. Логи они нам присылали, мы тоже их смотрели частично, неглубоко. Там все было штатно. Вопрос в том, что именно логика работы станции, нужно разбираться в логике работы станции. Мы для этого можем какую-то экспертизу привести. Если мы будем проводить экспертизу электромобиля... Электромобиль, я так понимаю, уже починенный. Проводить экспертизу там нечего. Моя личная мысль о том, что мы, наверное, должны донести с помощью доктора ролика, или чего-то еще, как нужно поступать в данных ситуациях. В данной ситуации, gesund, па-да-ма, это надо. Как владельцы электромобиля должны поступать? Как должны поступать владельцы зарядной станции? Как должны поступать производители зарядной станции? Если произошла такая ситуация, то автомобиль не нужно убирать, нужно искать собственника, тот, кто владеет юридической зарядной станцией. Так мы не могли бы убрать? В твоем случае кто-то приехал от заказчика? Насколько я знаю, нет. Но опять же, насколько я знаю, я же неделю... Нет, в тот же день, в тот же момент. Нет, я у машины тусовался два сутка точно. У наших знакомых, у партнеров, коллег по цеху. Там человек позвонил, приехало чуть ли не шесть машин, и руководитель филиала, и лаборатория, и то, и сё. Заказчик заказчику рознь. То есть одни слишком относятся к этому, да? Есть заказчик, у нас в торговом центре зарядка стоит, третий год стоит, хоть бы раз позвал. Работает, заряжается, всё. И в торговом центре, скорее всего, Type 2 стоит, да? Нет, 60 кг. Нормально, человек относится к этому делу. Поставил ответственный человек, там, в заделанных ветикой, да? То есть всё там, и протирает, и смотрит, и продувает. Молодцы. Ухаживает тут в своём оборудовании, да? Потому что оно приносит деньги. Конечно. А когда им ставят бесплатно, и заряжают бесплатно, никакой выигры с этого нет, да? Нет, Россети, я думаю, субсидии хорошие получают за это. Ну, не совсем правильный подход. Ну, я понимаю, но они просто получают какие-нибудь субсидии, которые они потом могут бесплатно предоставлять зарядной станции. Не знаю, как они. Ну, скорее всего, просто я говорю, есть же разговоры в юридическом поле, а есть разговоры в таком обычном человеческом, где люди между собой общаются. И вот где люди между собой общаются, как правило, как я люблю такое общение, как раз и разговаривают про то, что, ну, Россети поэтому и бесплатные пока. Потому что они в них инвестировали, как бы, там, они выиграли какие-то, может быть, тендеры или ещё что-то, и... Ну, не тендеры, ну, они... Ты же понимаешь, что рынок не развивается благодаря тому, что многие крупные... Я только за то, чтобы развивался, это бесплатно, да? Конечно, конечно. Если ты ходишь к частникам, допустим, к владельцам СТАЗС, допустим, небольшой, да, там... Он говорит, а кто ко мне будет ездить, если есть рядом? Тот, кто заряжает бесплатно. За мои же деньги. За мои же налоги. Все такое. И вот тут рынок немножко потремонет. Ну, это всё, да, вопрос рынка. Тут нужно рассматривать... Да, я понимаю, у вас встречи, надо... А потом у вас время там не будет ни у кого? Вы до какого числа сказали? Сегодня? До сегодня. Ну, сегодня поскольку? Мы в 6 ульта. Мы и так перенесли билеты. Мы должны были сегодня... На 11. В 12. В 12.05 или 12.10 мы на 6 перенесли. Потому что мы понимаем, что мы не успеем. Если поговорить конкретно не о твоём случае, а вообще о электромобилях и инфраструктуре, да, давайте через Сашу договоримся. Я готов в Москву приехать, там пообщаемся. Потому что часто бываю в формировке в Москве, да? Мы, понимаешь, мы компания, которая, во-первых, и слушает пользователей, да, и заказчиков, да, и ещё ищет, да, вот где бы что можно было посмотреть. То есть мы не одну страну посетили, мы не одну зарядную станцию разобрали, прежде чем это началось, да? У нас есть филиалы по производству зарядной станции в Средней Азии. То есть собираются они под брендом NSP на Казахстан, Киргизии, Узбекистан. Ну это звучит очень классно, правда. То есть мы работаем в этом направлении, да? Ну пиропатрон-то у меня взорвался, вот в чём проблема, видишь? А эту проблему мы давай регламент тебе отправим и будем решать, когда дальше поступают. Самый простой вариант был для меня закрыть все твои вопросы, оплатить тебе пиропатронный ремонт, получить отличный отзыв в интернете, да, и закрыть эту тему. Для меня это был бы идеальный вариант. Для тебя, да. Вообще идеальный. Но в штабах страны ты единственный, как ты говоришь, голос электромобилист. Конечно. Поэтому этого делать я не стал. Поэтому мы сделаем таким образом с тобой, чтобы заказчики задумались о регламентах, как себя вести, как бы, да, то есть чтобы пользователи знали, как себя вести, да? И это будет, ну, намного, как бы, больший вклад и твой, и мой в развитие зарядной инфраструктуры. Ну да, это звучит красиво, но все равно мы какие-то вопросы не разобрали, когда мы можем встретиться еще. Ну, может быть, просто как-то, ну, или сам, сам, или через кого-то. Я могу прилететь, пообщаться с кого-то. Просто тоже оттягиваться, потом все будет. Ну, просто вдруг у меня оттягивается. Срочно, но просто. Какой дня больше? Что мы делаем с зарядными станциями с этим случаем конкретно? Ну, то есть это не закрытый до сих пор вопрос остается, что случилось? Твой случай будем конкретно разбирать. То есть мы сейчас предложим тебе, как пойти, каким путем, допустим, да, то есть мы бы пошли на твоем месте, да? Ты говоришь, что все согласовываем, мы это все смечиваем, решаем, как это дальше профинансировать. И сейчас еще раз, да, зафиксирую момент, что нужно узнать имя человека, который должен был передать мне информацию. Обязательно. Все? Я вернулся в Москву, в Казани. Вчера целый день снимали, сегодня пришлось очень рано встать. С утра очень тяжело было разговаривать с директором. В принципе, вы можете сделать выводы сами. На самом деле, я бы хотел сказать пару вещей, основываясь на тех воспоминаниях, что были сегодня утром. Как сказал директор компании НСП, мы делаем все это ради хайпа. Конечно же, конечно же, я делаю все это ради хайпа. Еще скажите, что я сам пиропатрон себе взорвал. Он на самом деле говорил грамотные вещи, правильные вещи. Про то, что нужно развивать электротранспорт. О том, что мало производителей находится в России. Многие зарядные станции покупают из других стран. Комплектующие никто у нас не делает. Но вопрос-то был абсолютно не в этом. Да, мысли у него правильные. Да, в правильном направлении он хочет двигаться. Но поймите одно дело. Все вокруг меня, кто занимается энергоструктурой, зарабатывают деньги. Это компании, которые делают это ради бабок. Я ни копейки не получил за 4 года владения Теслы. За то, что я пытаюсь развивать автотранспорт. И вы сами, кто давно на меня подписан, знаете эту правду. Мне не нужно ничего доказывать. Вот я когда пришел разговаривать с директором. Вы даже по начальным кадрам могли заметить, что у нас камера была опущена вниз. Мы не думали, что мы будем что-то снимать вообще. Мы хотели сначала обсудить, поговорить. Сказать, ну, типа, здравствуйте. Давайте мы как-то будем снимать, не будем снимать. Мы что-то, может быть, просто обсудим. В итоге что? Не пожалась рука. Все оказалось ради хайпа. Дальше он красиво вывернулся по поводу того, что так как ты вот так вот через хайп к нам зашел, мы с тобой будем решать это по другим вопросам. То есть мы будем юридически с тобой это все решать, чтобы люди, люди, вы, подписчики, понимали как это работает. Представьте себе директора большой компании. Ну, никто же с ним так не будет разговаривать. Никто ему лишнего слова не скажет. Я же разговариваю, ну, на обычном пацанском языке. Я обычный парень, обычный пацан из Сибилии. Неважно, какие у меня машины, какие квартиры, сколько там денег, туда-сюда. Кто давно меня смотрит, знает, что я не за хайпом лез. Мне кажется, ему только не хватало к футболке анти-хайп какой-нибудь. Анти-хайп. Анти-хайп, да. Он постоянно это упоминал. Нормальный мужик, ничего не могу сказать против него. Мысли правильные, то есть в правильном направлении пытается двигать. От вопросов увиливалось, потому что он знает просто суть, конкретику, что случился такой случай. Кто писал, чего писал, куда писал, зачем писал. Никто, ну, он просто не вдавался в подробности. Понятно, у него есть свои дела, свои какие-то там интересы. Мне сегодня даже люди написали, опять же. Я не буду раскрывать, кто, который работает у него в компании. Люди меня интересуются. Говорят, ну, что, как с директором поговорил? Надеюсь, у вас вышел адекватный, нормальный диалог. Я написал просто, что посмотрите в ролике. Да, диалог адекватный. На вопросы не было отвечено. И, на самом деле, я бы не хотел дальше раздувать это событие. Я бы хотел просто решить его. И моим главным посылом было то, что нужно, чтобы таких случаев не было. А такие случаи публично обсуждались только вокруг этой компании. Поймите это. Можно говорить, какие эти плохие. Какие эти плохие. Какой я, дурак, со своим хайпом лезу к вам в энергозарядки, там, да. Так достали эти блогеры, которые лезут к нам в энергосети. Если бы я хотел побороться с этой компанией в юридическом поле. Отбить какие-то финансы. Ты бы просто нанял юриста. Я бы просто нанял юриста. И все, мне бы ничего не понадобилось. И я пришел, как обычный человек. Понимаете, вот когда тебе не жмут лапу, среди пацанов, пацаны, вы меня поймете. Даже на стрелке раньше, когда приходили, забив там двор против двора. Всегда руки пожали друг другу. И пошли хуяриться, пиздиться друг против другу. Ну, вот он другой человек. Он большой дядя-мальчик. Понимаете, это вот как пел один исполнитель. Большущий дядя-мальчик. И вот он просто большой директор, с которым никто так не разговаривал. Поэтому он немножечко опешил, мне кажется. Мужик нормальный. Нормальный мужик. И опять же повторюсь. Знаете, что самое прикольное? Какой итог я бы для себя уяснил? Смотрите, у нас такая ситуация получилась. Компании НСП, я считаю, либо Россети уже. Если вы хотите увидеть, как я скажу, в Россети, то тоже напишите об этом в комментариях. Давай 100 тысяч лайков, я думаю. 100 тысяч лайков и я иду к Россетям. Я иду к ним в офис и так же разговариваю. Ну, там с директором. Там придется в Кемерово лететь, в Сибирь. Если вы хотите увидеть этот разговор, обязательно ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. Конечно же, в идеале я бы как хотел увидеть эту ситуацию. Вот прям для меня идеальная ситуация. Мне возмещают ущерб. Это идеалочку берем. Да, я не говорил ничего про то, что там можно мне вернуть, не вернуть. Пускай. Возвращают, делают мне ущерб. Мы обсуждаем, как в правовом поле такую ситуацию в принципе нужно решать. Потому что непонятно. Когда на тебя плафон падает на твою машину, ты можешь предъявить администрации города, там еще кому-то. Когда ты попадаешь в яму, тоже дорожники виноваты. Что здесь делать в этой ситуации? Тоже нужно понимать и решать. Они предложили мне делать свои зарядки. То есть не свои зарядки, а свои переходники. Тоже прикольная тема, за которую я лично бы сам головой ручался. Как вот голос электроавтомобилистов, я бы реально ручался за эти переходники. И просто решить этот конфликт, чтобы вместе развивать электротранспорт. Если эта компания готова в этом помогать, содействовать, пожалуйста, welcome. И я в этот момент не перебываюсь. Я говорю все, как оно есть на самом деле. То есть мне незачем что-то придумывать. Вы сами все слушали. Вы сами все видели. Вы сами можете сделать выводы. И что бы вы сделали на моем месте? Вот постоянно с кем-то сраться, ругаться. Я никогда в жизни ни с кем не ругался. В жизни я никогда. У меня ни с кем конфликта даже не было. В этом прикол. А то, что он просто про меня говорит, он видит меня с другой точки зрения. Он говорит про всеобщую какую-то блогерскую культуру, скорее всего. Вы знаете правду. Вы знаете больше. Вы знаете меня больше, чем я даже себя, наверное, знаю. Короче, ребят, все ссылки находятся в описании. Обязательно поддерживайте лайком. Пишите, что бы вы сделали на моем месте. Что с компанией НСП делаем. Разговариваем дальше, обсуждаем работы. Размещаем, показываем все эти структуры, как оно все будет происходить. Ну и следите за новостями. Все нужные ссылочки находятся в описании. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. Я стараюсь для вас. Лучшее качество, лучшие видеосъемки. Какие-то лайвы, приколы, влоги. Все это есть на канале и в дополнительных соц сетях. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал. Подпишитесь. Вон, вон, подписаться. Вон, подписаться можно нажать. Сделайте. Она сейчас, кстати, эта кнопка не красная. Она всегда серым горит. Нажимайте серым. Она будет более светло-серым. Дожимайте, подписывайтесь и кайфуйте. С вами был я, Кирюха Варпач. Всем спасибо. Всем удачи. Всем добра и позитива. Увидимся. Продолжение следует... Давай я уеду. Свобода на первых патронах. 500 тыс лайков. И следующая встреча на версусе. Да. Оксимирон... Ресторатор. Ресторатор. Сделай нам версус против компании. Ладно, это уже шутки. Но это уже я прям включился варпач. Сейчас. Увидимся. Ладно. Да, это серьезная рубрка проблемы. Да. Что, долго емся? Зарядками?